МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"72 участка под индивидуальное жилищное строительство. Когда многодетные семьи получат землю? Не утонем. Готов ли город к поводку? Спорт – норма жизни. Хоккейный клуб Саров-2008 победил в шестом туре первенства Приворского федерального округа. Далее расскажем обо всем подробно. Совсем скоро вместо стройки здесь будет новое жилое пространство. Земельные участки на улице Нижегородская получат 72 многодетные семьи. На них обладатели заветной территории смогут самостоятельно построить дома. Сейчас в городе числятся более 200 претендентов. Счастливчиков выберут путем жеребьевки. На инфраструктуру порядка 106 миллионов выделено. Поданы документы на дорожную инфраструктуру. Это порядка еще 103, по-моему, или 102 миллионов, которые тоже будут в рамках софинансирования области и города. Вырубка леса и подготовка территории начались еще с прошлого года. Каждому земельному участку подведут все необходимые инженерные коммуникации. Строители уже выполнили больше половины работ на подведение водопровода и канализации. Проект состоит как бы из двух частей. Первое – это создание инженерной инфраструктуры, то, что в декабре месяце было и начато. И вторая часть проекта – это создание дорожно-транспортной инфраструктуры. На первом этапе мы должны провести сюда воду, провести канализацию, электричество и газоснабжение. Электричество в той части, которая касается подводки системы к участку. А уже по самому участку и каждому дому это будет разводить СЭСК. Созданием инфраструктуры занимается компания ТСК. По словам Владимира Еминцева, сроки завершения работ будут напрямую зависеть от областного и федерального финансирования. Провести жеребьевку и раздать участки администрация планирует в конце лета. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Сильного паводка этой весной в Сарове не ожидается. Пока погодные условия складываются благоприятно и опасность подтопления минимальна. По словам начальника управления по делам ГО и ЧС, половодие начнется рано. Уровень воды будет ниже многолетней нормы. Однако спасательные службы остаются на чеку. В лесном массиве еще на 2 марта величина снежного покрова была примерно в районе 30 сантиметров. Обводненность снега достаточно серьезная, почти 100 с лишним процентов. Снег достаточно серьезно напитан водой. На прудах или на городском пруде, или в реке Сатис, так для населения, понятно, толщина льда была где-то в районе от 35 до 40 сантиметров. В принципе, на сегодняшний момент лед свою структуру или крепость потерял. Вот поэтому, ну, серьезная есть опасность выхода на лед, что может привести просто к несчастному случаю. Владимир Болтов пояснил, уровень реки Сатис уже поднялся выше нормы. Согласно измерениям с 7 по 9 марта вода доходила до 3 метров 40 сантиметров. При критической отметке в 3 метра 20 сантиметров. Под подтопление могли попасть улица, значит, речной переулок, озерный и так далее. Но в связи с проводными работами, которые сейчас проводятся в пойме реки, вот, ну, понятно, что есть, проводятся земляные работы, что не позволило выйти далым водом с реки Сатис в район жилья. В других водоемах города уровень в пределах нормы. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время ожидается похолодание и осадки, которые могут изменить ситуацию. Вероятность затопления высокая у управления ГО и ЧС, парасилового цеха, товарной базы, пищекомбината на заниженных участках улицы Садовой и правой стороне улицы Димитрова. В последнее время участились звонки от жителей и предпринимателей с улицы Зернова, где появилось много воды из-за снега, который сходит с территории аэродрома. Все зависит от ситуации с погодными условиями. Есть снег, тепло достаточно серьезное, которое приводит вот к такому резкому сходу талой воды, но это верховая вода, это не вода, которая собирается в наши водоемы и не является, так скажем, подтоплением, вот, или затоплением, значит, территории и так далее. Все это, ну, временные ситуации. Каждый год управление по делам ГО и ЧС проводит предварительные работы по очистке ливневой канализации, контролирует уборку снега на территории города, проводит заседание КЧС и корректировку плана по ликвидации и смягчению рисков при паводках. Дарья Козина, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. Иксодовые клещи представляют для человека большую опасность. Они могут заразить вирусным энцефалитом и боррелиозом. В России в прошлом году зафиксировано около 1800 случаев клещевого энцефалита. Шесть из них в Нижегородской области. В Сарове болезнь не регистрировали. При этом клещевым боррелиозом заболело 13 горожан. Против клещевого боррелиоза не создана вакцина. Поэтому основная мер профилактики данного заболевания – это профилактика присасывания клещей. Что для этого нужно сделать? Если вы выходите на природу, в лес, нужно по возможности закрыть открытые участки тела. Излюбленные места присасывания клещей – это шея, подмышки, пах. Брюки по возможности надо убрать в носки или в сапоги. Рубашка должна иметь длинный рукав с манжетой. На голову обязательно косынку или капюшон. Клещ может укусить во время работы в лесу, на прогулке или в туристических походах. Находясь на природе, специалисты советуют каждые 15 минут проводить осмотры. Это поможет избежать укуса. Клеща можно встретить и дома. Домой клеща может принести ваш питомец, собака или кот. И также с цветами и с листвой вы тоже можете принесить домой клеща. Клещи находятся в лесу на высокой траве. И как только они попадают на человека, они ползут снизу вверх. Укус клеща обычно безболезненный. При обнаружении кровососа необходимо захватить его пинцетом, держа строго перпендикулярно поверхности кожи. Повернуть тело клеща вокруг оси и вытащить после места укуса, продезинфицировать. Если вы почувствовали озноб, головную боль, подъем температуры тела, тошноту, не стоит откладывать поход к врачу. Это может привести к серьезным последствиям. Финансовая пирамида – это преступная схема, когда прибыль одних участников зависит от денежных вложений других инвесторов. Создатели подобных организаций преследуют одну цель – стать богаче за счет притока новых участников. В прошлом году жители региона отнесли в сомнительные фирмы более 25 миллионов рублей. Финансовую пирамиду от добросовестной организации можно отличить по определенным критериям. Самый главный признак – это наличие у фирмы права на привлечение денежных средств на работу на финансовом рынке. Проверить, есть ли у нее такое право, можно на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации в сети интернет. Помимо этого, есть дополнительные признаки, которые помогут людям понять, кто перед ними – легальный участник финансового рынка, либо мошенник. В первую очередь, это массированная реклама с обещанием высоких доходов, как правило, доходов выше рыночного уровня. Здесь необходимо помнить, что на фондовом рынке запрещено гарантирование такой доходности. Заявление организаторов пирамиды о том, что рисков от инвестирования денег нет, тоже должно насторожить. Легальный участник всегда предупреждает о риске вкладывания денег. Еще один признак мошенников – это невозможность найти какую-либо информацию об этой организации. Нигде нет данных ни о руководителях, ни о сфере деятельности. Насторожить должен тот факт, что деньги участников выплачивают за счет средств других вкладчиков. Организаторы пирамиды будут вас торопить подписать документы и перевести деньги здесь и сейчас. В любом случае, нужно взять время на подумать. Если человек уже вложил деньги в пирамиду, обязательно нужно обратиться в полицию и приложить копии документов, которые подтверждают перечисление средств на счет мошенников. Елена Грецкова, Евгений Шевцов и Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Четырехполосная дорога к новой детской поликлинике в 2021 году появится в продолжении улицы Чапаева. Эту дорогу построят в рамках кластера «Арзамас-Дивеево-Саров». Для этого полностью снесут 92 гаража. Это один блок параллельно дому на Силхино-44 и по несколько гаражей с блоков, которые стоят в перпендикулярной дороге. Не все владельцы гаражей изначально согласились с этим планом. Тема вызвала большой резонанс. Проходили общественные слушания. Неоднократно специалисты администрации встречались с жителями и искали пути решения. Стадия договоренности очень высокая. Мы проделали огромную работу, встретились со всеми владельцами гаражей и неоднократно проводим встречи по дальнейшим мероприятиям. Мы на прошлой неделе завершили постановку на кадастровый учет буквально всех гаражей. То есть гаражи все узаконены, у всех есть владельцы, все стоят на кадастровом учете. По закону владельцам положена только денежная компенсация за снос, но администрация выделила взамен участка, где расположены гаражи, аналогичную по площади территорию. Она находится практически рядом, на улице Силкино. Участок сформирован, поставлен на кадастровый учет и уже заключен договор аренды с гаражно-строительным кооперативом. Еще раз повторю, жители, владельцы гаражей получат денежную компенсацию. Управление капитального строительства заключило договор с отобранным по конкурсу оценщикам. К 20 марта жители должны получить квалифицированную оценку их имущества. Сумма, которую озвучит специалист, будет включена в смету на строительство новой автодороги. Деньги владельцы гаражей получат ближе к осени, когда будут готовы все необходимые документы. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Дорогу перед домом 15А автолюбители используют в качестве дублера улицы Шверника, чтобы объехать светофор на перекрестке. По словам жителей, водители даже не сбавляют скорость, проезжая через их двор. Беспокоясь за жизнь и здоровье детей, жильцы дома обратились в администрацию с просьбой установить дорожный знак, который ограничит на этом участке движение автотранспорта. Чтобы движение машин было ограничено в одну сторону, потому что здесь невозможно уже гонять машины со всех сторон. Водители не притормаживают, детей много, идут из ясля, из садов. Были случаи, что дети могли оказаться под машиной. Уже были случаи такие. Перед домом нет тротуара. И выйдя из подъезда, ребенок сразу оказывается на проезжей части. Отправляясь на прогулку, родители и бабушки глаз не спускают со своих детей. Заигравшись, они могут выбежать на дорогу и попасть под колеса машины. Если уж они не могут, как они нам дают ответ, не могут они поставить этот знак, надо, говорят, в у всех домах, сделайте полицейские, сделайте, три-четыре делайте, ставьте. Пускай прыгают. И что это такое? Гонят не только на жильцы, со всех сторон гонят машины, не притормаживая. В ближайшие дни в администрации состоится заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Одним из пунктов повестки будет рассмотрение вопроса об установке знака ограничения движения по адресу улицы Швердника, дом 15А. О том, как власти решат проблему жителей и какое решение примут, расскажем в ближайших выпусках новостей. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Здорово дня у нас с международным женским днем. Желаю вам всего самого хорошего. Спасибо. Как у нас в ГИБДД говорят, ни гвоздя вам, ни жезла. Спасибо вам огромное. Спасибо. Очень приятно с утра принимать поздравления от наших красивых мужчин. Всего им хорошего. Здоровья их женам, счастья их семьям. Хмурое утро праздничного дня украсли улыбки женщин-водителей. Сотрудники ГИБДД в рамках традиционной весенней акции, приуроченной к 8 марта, вручали автоледи красные розы. Погода сегодня весенняя. Настроение должно быть у всех хорошее, в том числе и у женщин автолюбительности. С самого утра сотрудники госавтоинспекции поздравляли женщин в трех точках. В районе КПП номер 3, на перекрестке проспекта Музруково и улицы строителей Захарова и на площади Ленина. Это очень приятно, неожиданно. Я, честно говоря, думала, что меня останавливают в очередной раз за разговор по телефону. Но вот оказался такой приятный сюрприз. Приятно. Для саровчанок стражи дорог подготовили около сотни роз. Получая из рук начальника ГИБДД цветок, женщины не скрывали улыбок и от души благодарили. Спасибо большое. Какой вам подарок? Спасибо большое. Спасибо большое. Какой вам подарок? Спасибо. До свидания. По задумке полицейских, они хотели подарить саровчанкам хорошее настроение и напомнить о правилах дорожного движения. Цель акции – не просто поздравить женщину с праздником весны, а привлечь внимание общественности к проблеме безопасности. Необходимость о соблюдении правил, заботе о других участниках дорожного движения. Елена Грецкова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. Она мечтала стать врачом, но, как часто бывает, жизнь внесла свои коррективы. И Татьяна Назарова пришла служить в ГИБДД. 13 лет она работала на гражданской должности. Потом перешла в другой отдел и надела офицерские погоны. Но прежде ей пришлось полгода провести в Центре первоначальной подготовки Академии МВД, где новобранцев учили стрелять и маршировать. Было сложно, потому что это такой, можно сказать, сокращенный вариант армии. Упрощенный, сокращенный вариант армии. И первый месяц, я, честно скажу, плакала. Выдержав этот экзамен, Татьяна вернулась в СОРОВ и приступила к работе в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения. И снова было сложно. Нужно было проводить мероприятия в детских садах, школах, работать с подростками, родителями. Меня дрожали коленем, у меня дрожал голос. Я вообще не понимала, что я говорю. Было тяжело. Ну, потом все это приходит с опытом. И сейчас я прихожу к детям. Я знаю, о чем с ними разговаривать, как с ними разговаривать. Потому что разные возрастные категории детей. Полная самоотдача на работе и душевная чуткость стали основными качествами, за которые Татьяна Назарову ценят коллеги. Она в ответ старается выполнять в срок все поручения и проводить еще больше интересных профилактических акций. Мне нравится моя работа. Я люблю детей. И мне не безразлична судьба каждого ребенка. Очень хочется, чтобы на наших улицах стало как можно меньше дорожно-транспортных происшествий, особенно с участием детей. Я работаю, конечно, из другой категории участников дорожного движения со взрослым. Но все-таки хотела бы, чтобы детей, конечно, дети меньше попадали в дорожно-транспортные происшествия. Несмотря на сложности работы в полиции, Татьяна не собирается оставлять службу. За пять лет она привыкла носить формы и учить детей безопасному поведению на дорогах. Елена Грицкова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24. С каждым годом областной фестиваль семейного художественного творчества привлекает все больше участников. В 2020-м своей работой на конкурс представили около 60 человек. Воспитанники детских садов, школьники, их родители, братья и сестры. Пять номинаций. Это и звуки семейных аккордов, где семьи представляли песни военных лет. И литературно-музыкальные композиции тоже на тему войны. Это понятно, потому что год такой юбилейный. Писали сочинения про семейную реликвию. С помощью родителей ребята придумали литературные зарисовки о реликвиях, которые хранятся у них дома и бережно передаются из поколения в поколение. Каждый участник с большой любовью и гордостью рассказал о традициях, духовных ценностях, о любимых хобби и увлечениях, о предках, которыми гордится его семья. Семьи Шкретовых и Щетининых из девятого детского сада представили музыкально-литературную композицию «Марш танкистов». В ней они рассказали о подвиге своих дедов и прадедов, погибших на полях сражений Великой Отечественной войны. На данный момент мы считаем, что эта тема очень актуальна. Мы вспоминаем про войну для того, чтобы наши дети не знали, что такое война, чтобы они жили, наслаждались жизнью той, которую сейчас. Дочери Татьяна и Марина с энтузиазмом откликнулись на предложение родителей придумать идеи для участия в фестивале. С головой окунулись в работу, помогали готовить костюм, учили слова. Мамам удалось самое важное – донести до детей, как и важно помнить, о героизме тех, кто защищал свою родину. Это выступление мы специально приготовили в честь победы, чтобы порадовать, которые нас защищали танкисты. Мы о них помним. Работы победителей муниципального этапа областного фестиваля семейного художественного творчества отправят на финал в Нижний Новгород. В основу спектакля легла пьеса Евгения Шварца, написанная по мотивам сказки «Снежная королева». Андерсон сочинил ее 176 лет назад. В интерпретации Шварца сказка вышла в начале 20 века. Но даже спустя десятилетия это произведение остается актуальным. Эта история очень удивительная. Она своевременно, современная, она была современной, есть и будет. Поскольку такие понятия, как любовь, верность, преданность, семейные ценности – это современно всегда. Сценарий Шварца переработали под возможности юных артистов. К тому же его пришлось немного сократить, так как в спектакле участвовало всего 15 детей. Все они занимаются в театральном отделении детской школы искусств номер 2. Спектакль очень сложный, потому что дети занимаются только второй год. Это была огромная работа, сделанная ими. Это такой шаг для них вперед. Они выросли на целую голову. И сам по себе он сложен. Там много декораций, перемещений, переодеваний. Поэтому ребята, я считаю, молодцы. Они справились. Спектакль ставили по законам драматического театра в академическом варианте. Но добавили и своих идей. Так, некоторые сцены были представлены танцевальными зарисовками, например, в юго. Пересмотрели и музыкальное сопровождение. Добавили современных композиций. В общем-то, довольно тяжело подобрать музыкальную часть. То есть компиляция заняла очень много времени. Тем очень много, современных в том числе. И так, чтобы это совместить с классическим материалом, пришлось много перевыбирать. Во время спектакля Герду играли три девочки. Такая режиссерская задумка – дать возможность юным артистам попробовать свои силы и в массовках, и в главных ролях. Виктории Ореховой достался эпизод, когда нужным было отогреть сердце Кая. Сцена была сложной в эмоциональном плане. Юная артистка постаралась донести до зрителей всю драматичность этого отрывка. Над ролью работалось довольно легко. Слова очень быстро запоминались. И единственное, что было сложно – это взаимодействие с другими персонажами и еще сохранять такую нестатичную роль. Первыми зрителями нового спектакля стали воспитанники и преподаватели детской школы искусств номер два. Они, не отрывая глаз, следили за игрой юных артистов, а в конце наградили их бурными аплодисментами. Елена Грискова, Евгений Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей СОРО-24. В преддверии 8 марта в Доме учителя ежегодно поздравляют школьных педагогов и воспитателей детских садов с праздником весны и прекрасной половиной человечества. Заместитель главы администрации Сергей Лобанов отметил, что женщины вносят неоценимый вклад в обучение юных соровчан. Те достижения, которые есть у города в системе образования, в первую очередь, они связаны с женщинами, с тем трудом, который вы делаете. Поэтому вот слова огромной благодарности за ту работу, огромную, созидательную, которую вы проводите у нас в системе образования. Вы всегда рядом, вы всегда с учениками. Выдающихся учителей, воспитателей и педагогов дополнительного образования наградили почетными грамотами и благодарственными письмами. Наталья Ожиганова работает педагогом-психологом 17 лет. Женщина активно применяет современные технологии и подходы к формированию и развитию личности школьников. Детям это нравится, они понимают, что это результативно, им интересно что-то новое, то, что работает на развитии их успешности, как личности, как школьников. И, конечно же, они с удовольствием выстраивают свою индивидуальную образовательную траекторию под нашим профессиональным, скажем так, педагогическим руководством. Праздничный концерт – добрая традиция, которую в этом году продолжил коллектив школы номер 7. На протяжении нескольких месяцев он продумывал программу и репетировал номера. Мы же понимаем, что женщины – это что? Женщины – это буквально, во-первых, наша помощь и опоры, без которых упадись не можем. А во-вторых, это тот изящный сосуд, это тот хрупкий сосуд, который может беречь, холить и лелеять. Вечер получился насыщенным и разнообразным. Песни о войне, сценки из школьных будней, стихи и вальс в исполнении учеников и преподавателей седьмой школы подарили присутствующим заряд положительных эмоций. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Заниматься звукооператорской работой и диджейством Денис Агашин начал еще в детстве. Сначала молодой человек закончил музыкальную школу, а после начал осваивать эти направления во Дворце детского творчества. Знания, полученные на занятиях, молодой человек применяет в своей родной школе, помогая с подготовкой мероприятий. Звукорежиссер в основном в правильном порядке включает на концертах песни, которые заданы в сценарии, ну и регулирование звука и света. Сложность работы с звукооператором заключается в том, что, ну, заключается в сложности работы с людьми. В основном люди просто не приносят разные материалы и сами не знают, чего они хотят. В профессии диджея тоже немало сложностей, считает молодой человек. Хороший специалист со звуком должен не просто обеспечивать непрерывное музыкальное сопровождение праздника, создавая плавные переходы между треками и танцевальное настроение, а уметь грамотно подбирать композиции для любой аудитории. Это все зависит от возраста. В детском оздоровительном лагере я лично предпринимал, я расспрашивал детей, какая музыка мне нравится, и пожелания включал их на концерте, на дискотеке. На дискотеках в основном слушают рок, рэп, брейк-данс и разную электронную музыку. По словам Дениса, диджеинку можно научиться самому. Достаточно при себе иметь компьютер и музыкальную базу. Ирина Вышегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Два конкурса, две победы. В конце февраля участники студии эстрадной и народной хореографии «Задоринки» Дворца детского творчества выступили на Всероссийском фестивале хореографического искусства «Балакирев-дэнс». Коллектив представил две композиции. За выступление девушкам вручили диплом лауреата первой степени. Нашими конкурентами были профессиональные колледжи искусств, заслуженные коллективы, народные коллективы России. Поэтому в этом году решили ехать малым составом, но с профессиональными постановками, которые поставлены великими мэтрами. Я была уверена и в этих постановках, и в силах своих воспитанников, что все сложится. Сразу после фестиваля коллектив «Задоринки» отправился на следующий уже международный конкурс «Короли танцпола». В нем приняли участие все воспитанники студии. Впервые за долгое время руководитель Анна Козловская решила показать на конкурсе своих маленьких подопечных. Юные дебютантки стали лауреатами третьей и дипломантами первой степеней. Результат у нас был хороший для первого раза. Мы будем также стараться, получать первые места и ездить также на конкурсы. Мне очень понравилось, и этот конкурс нам дал очень много опыта. На конкурсе «Короли танцпола» старшая группа «Задоринок» заняла все ступени пьедестала почета. Особой жюри отметила танец «Черный ворон». За него коллективу вручили сертификат на 25 тысяч рублей за лучшую технику исполнения. Такие конкурсы для нас очень полезны, потому что туда приезжают заслуженные народные коллективы, и мы большую часть даже больше смотрим на них, чем сами танцуем, потому что само выступление занимает там 3-4 минуты, а остальное время мы смотрим, учимся, наслаждаемся другими танцами. «Задоринки» готовится к очередному конкурсу, который пройдет 12 марта в Нижнем Новгороде. По заключительной схватке в рамках шестого тура первенства Приволжского федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей до 12 лет сошлись клубы «Саров» и «Мотор из-за Волжья». В первом периоде гости захватили инициативу в свои руки и распечатали ворота хозяев на первых минутах. После забили еще одну шайбу. Сначала игра начиналась хорошо, равна была, потом мы вышли вперед, произошли из соперника в некоторых ситуациях, и поэтому забили, используя их ошибки. В следующем периоде мы расслабились, можно сказать. Подумали, ну сейчас мы их выиграем, скорее всего, но не получилось нам, все-таки забили одну шайбу. Судьбу игры решил третий период. В начале игрового отрезка команды обменялись сразу двумя шайбами. За три минуты до конца игры саровчанам все же удалось вырваться вперед. В надежде отыграться гости кинули все силы на атаку и сняли вратаря. В результате хозяева льда загнали шайбу в пустые ворота. Итог матча 6-4. Задача выполнена. Так что молодцы ребята проявили себя, проявили сегодня конкретно в игре, проявили характер. То есть отыгрывались, отыгрывались и в итоге дожали соперника, хорошего соперника и вырвали победу. Всего в первенстве приняли участие четыре команды. Каждой из них предстояло сыграть друг с другом по три игры. По итогам соревнований четвертую строчку заняли спортсмены из набережных Челнов. Третьими стал мотор из-за Волжья. Серебро досталось саранским хоккеистам, а золото взяли саровчане. Отборочные туры первенства Приволжского федерального округа по хоккею с шайбой среди юношей до 12 лет закончились. Теперь нашим спортсменам предстоит защищать честь города на всероссийском турнире, который пройдет в конце марта. Алексей Степанюк хорошо известен в футбольных кругах города. Он играл за ФК Саров с самого основания клуба по 2016 год. Алексей был ключевым игроком в сезонах, ознаменованных победами нашего клуба. Три года подряд он возглавлял команду «Эскатерем», выступающую в чемпионате города. Под руководством Алексея Степанюка клуб победил в турнире 2018 и 2019 годов. Предложение стать главным тренером Сарова Алексей получил в декабре. Руководство поставило перед ним задачу – поднять планку клуба, привлечь новых игроков и болельщиков. Привлекаем молодежь. Нашего тренера тоже помогает мне Данилин Артем Александрович. Его молодежь 2003, 2004, 2005 года. Первый месяц такой был. Присматривались. Они к нам, мы к ним. И вот уже в прошедшую субботу играли контрольную игру между собой. По пробной игре тренерский штаб сделает выводы и будет определять состав на предстоящий сезон. Игрокам Сарова предстоит непростая задача. В чемпионате области они столкнутся с полупрофессиональными командами. 80% команд – это люди живут почти на средства, заработанные футболом. То есть у них есть оклады, у них есть хорошая премиальная система. То есть в основном везде уже взрослые футболисты. То есть они уже понюхали порох. У нас же акцент как бы, то есть у нас выпало целое поколение футболистов. Да, конечно бы хотелось бы видеть опытных 2-3 человечка, чтобы они, ну как бы, чтобы за ним тянулись люди, то есть росли за счет них. Но все упирается в финансирование, денег не хватает. До прошлого года расходы клуба брала на себя администрация. Но после вступления в силу постановления Минфина местные бюджеты не могут финансировать вопросы местного значения. В этом году администрация организовала конкурс грантов при поддержке вот таких некоммерческих организаций, как наши. Он прошел 3 марта, сейчас пока итоги подводятся. И администрация вот-вот дня на день должна выпустить постановление о выделении денег по грантам. Также клуб намерен привлекать спонсоров из числа предпринимателей нашего города. Еще одна цель, которую ставит перед собой Саров, вернуть на стадион болельщиков. Чтобы ему интересно было болеть за клуб, чтобы ему интересно было следить за клубом. Ну и, конечно, мы же хотим, чтобы молодые люди, которые есть у нас, которые увлекаются футболом, они себя как-то реализовали в жизни. Пока игроки заняты тренировками, 3 раза в неделю на запасном поле ИКР они встречаются, чтобы отработать функциональную базу, укрепить организм, развить выносливость. Также в планах провести перед чемпионатом 5 товарищеских матчей на выезде. КОНЕЦ КОНЕЦ